Всем привет! Это Люда Йоэсэй Нью-Йорк. Хочу сделать видео, подсказанное мне одной подписчице, назовем ее Еленой. Елена написала мне про себя немножечко и спросила как бы совета. Ей 56 лет, она с 13 года не работает, живет, в принципе, как она сказала, за счет своего сына. Не было возможности уехать в Америку, но всегда хотелось, а сейчас как бы что-то появилось, появилась какая-то возможность. И она спрашивает, как вы думаете, смогу ли я адаптироваться в 56 лет в Америке? И несколько дней я думала и решила сделать видео на этот счет. Но что я могу сказать, что дело ведь не в 56 лет, совершенно не в 56 лет, это не главное. А дело в том, что возьмем, например, я буду опираться на свой собственный опыт и на опыт знакомых, которых у меня достаточно много. Вот людей, которых я знаю в разном возрасте, вот про них я и упомяну. Возьмем, например, некую ось идеальности, точку идеальности, какая может быть для переезда в Америку. Ну вообще, может быть, эта ось идеальности, она вообще идеальна для жизни в целом, а не только для переезда в Америку. Ну, скажем, молодая девушка, 25 лет, или молодой человек, 25 лет, за плечами 11 лет обучения в английской школе с английским языком, или же гимназия, специализированная на английском языке, закончили университет, институт, что-то связано с профессией, которая востребована в Америке, например, IT-технологии, программирование, там, не знаю, soft drive, hard drive, что-то такое, что можно эвалюировать, и диплом свежий, недавнешний, это можно эвалюировать в Америке, и прекрасно пользоваться этим дипломом. Таких профессий не так много, но, по-моему, IT-технологии как раз можно эвалюировать. Так вот, значит, эвалюировал она, он, эвалюирует здесь диплом, за плечами два года работы в какой-то хорошей компании, диплом такого университета, который желательно, чтобы давал диплом на двух языках, английском и русском, с точным указанием количества часов, которое было на каждый предмет, то есть что можно перевести в кредиты. Здесь очень это важно, потому что эти кредиты, они, если человек 5 лет университета, скорее всего, потянут не на бакалавра, а на магистратуру, то есть мастер-дегри здесь, аспирантура, магистратура по-нашему. То есть 25 лет, будем брать девушку, девушка 25 лет, получила грин-карту, за плечами вот такая профессия, хороший английский язык, она уже поработала где-то, она уже представляет, что она сюда приедет, эвалюирует диплом, и будет искать работу по специальности, забрасывая информацию о себе и о том, что она имеет такую профессию. И здесь уже ждут ее родственники, которые уехали раньше, допустим, родители и вся большая семья, и все уехали с деньгами. Это вот такая ось идеальности. Она приедет летом, в июне, и лето потратит на путешествия. Она поедет по разным штатам, у нее родственники в разных городах, она выберет себе идеальный город, посмотрит там-сям, объездит Америку и где-то найдет себе самое лучшее место. Забросит во всех городах, во все крупные компании, жить есть где, деньги у семьи есть, и в общем все вот так вот прекрасно. Это ось идеальности, или точка идеальности, и я таких людей не знаю, я таких молодых людей не знаю. Но они, наверное, есть, я в этом уверена, что они есть. Вот. А все остальное – это уже ближе, дальше от этой оси идеальности. И по возрасту, и по ситуации с английским, по ситуации с профессией, и по ситуации с документами. И я вот как бы на другой полюс вижу, например, такую ситуацию, на другом полюсе вот этого… На другом полюсе вот от этой точки идеальности, от полюса идеальности, я вижу другую ситуацию. Вот одна моя знакомая, назовем ее Тамара, из Болгарии. Она уехала из Болгарии в Америку, ей было около 60, то есть ей было где-то, она говорила, 58-59 лет. Она ехала на 5 лет, она была уверена, что она пробудет в Америке 5 лет, и она вернется назад, заработает что-то здесь, и увидит назад. Потом, после 65, она стала думать, что вот еще один годик, еще один годик, еще один годик. И так у нее растянулось до 72. Она уезжала в прошлом году, наша знакомая, она уезжала в прошлом году, ей было где-то, по-моему, 72-73, вот так вот. Она говорила, что 14 лет, почти 15 лет у нее заняло вот это пребывание в Америке. Она была нелегалом, она приехала по туристической визе, осталась нелегальна, 14 лет проработала в одной русскоговорящей семье. Трое детей там было, потом они выросли, и она уже, помимо ухода за детьми, у нее была в основном уборка дома, готовка, помощь по кухне, уборка, готовка. Вот такое вот было. У нее был один-единственный выходной, это суббота. Конечно, она ничего в Америке не увидела, не посмотрела, но что-то так вот по Нью-Йорку немножко, потом, по-моему, они куда-то ее брали с собой, и все. И когда она уезжала, она очень уставала. В последние годы это у нее была накупленная такая усталость, она очень уставала, потому что каждый день уборка, 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 ну вот такой вот конвейер, и когда это много-много лет, и уже возраст, это очень тяжело. И когда она, да, и она все эти годы, почему она оставалась еще на год, еще на год, еще на год, потому что она помогала своим взрослым детям, дочке и сыну. Я считаю, что в 40 лет, им где-то по 40 приблизительно лет, чуть больше было, я считаю, что в 40 лет дети сами должны помогать родителям, но в ее ситуации было так. И оба, и дочь, и сын были в европейских странах, и последние полтора года перед ее отъездом она помогала сыну, потому что он пустился в такое путешествие из Болгарии, он потерял в Болгарии работу, он решил проехаться по всем странам Европы, и нигде не мог найти себе места. Он был и там, и там, и там, и там, и везде он как-то искал, и где-то он мог закрепиться, и первая страна была Англия, и там у него, в принципе, неплохо все получалось, но он пошел дальше, 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 потом такой какой-то уже круиз по всем странам. Потом он остановился через полтора года, но вот эти полтора года он практически был все-таки на полном ее обеспечении. С дочкой была другая ситуация, но вот так получилось, что ей в свои 70 лет пришлось помогать обоим. Ну, конечно, она что-то себе тоже откладывала, я не могу сказать, что она ничего себе не отложила, что-то она отложила себе тоже за эти 14 лет, потому что она сэкономила на жилье, она жила в семье и экономила на еде, и экономила на проживании, продукты и проживание было за счет этой семьи. Но тяжело, тяжело. Но вот интересно, такой момент я заметила, что когда она уезжала, она как-то с грустью, тяжело ей было уезжать, несмотря на то, что, казалось бы, она пробыла как будто бы 14 лет под домашним арестом, она особо ничего не видела, один выходной, но уезжать ей было трудно. И я ей говорила, ну, Тамара, я называю ее Тамарой, не хочу называть настоящее имя, но говорила я ей, ну, ведь вы едете в Болгарию, она входит в страны Шенгена, вы будете путешествовать по Европе, вы, наконец-то, уже не по скайпу, по вживую встретиться со своими детьми. То есть у вас жизнь только начинается сейчас. Но вот все равно ей было грустно уезжать, это ощущалось, что она устала, но ей было грустно. Может быть, это страх опять перед неизвестностью, я не знаю, но вот это была необъяснимой такая у нее какая-то грусть. Вот. Значит, это, на мой взгляд, другой какой-то полюс. Потом еще я могу сказать несколько примеров. Я так пересекалась с женщинами, которая, значит, одна 65 лет, она переехала с Украины. Она приехала вот уже со своими болячками. Суставы болели, суставы болят, лишний вес, уже тяжело бегать за мальчиком. В семью няне пошла, и там еще родился ребенок. И вот она, двое, получается, деток, этого старшего, ну, которому всего-то там 3-4 года вроде в садик отдают. Она будет вот за этим грудничком. И она рассказывала мне, что у нее там болячки уже свои, и как ей тяжело, но ей надо продержаться хотя бы 5 лет, что-то заработать. Вот она приехала в 65 лет с Украины. Что-то заработать. Конечно, виза просрочена. Другая женщина, тоже я с ней разговаривалась, из Молдавии. Молдова. Она сохраняет визовый режим. Вот заканчивается полгода виза, она едет назад. Там она чуть-чуть побудет, приезжает обратно в эту же семью. На время ее отсутствия, там сколько она отсутствует, ее место занимает дочка, потому что дочка здесь живет, и, по-моему, уже грин-карта у дочки, и они хотят сохранить, чтобы не было никаких нарушений, чтобы дочка, получив гражданство, подаст на нее, на воссоединение с семьей. Поэтому она, в общем-то, вот так вот делает, сохраняет режим, доедет, приедет на Украину, побудет немножко, возвращается. И она еще здесь, муж у нее тоже бывает здесь, и как-то находит, находит себе работу на это время. Ну, в общем, вот так вот. Какой странный молодой человек бегал. Что-то с ним не так. Он бегает и прячется за деревьями. Может, он от кого-то прячется, не знаю. И там он тоже прятался. Ну, хорошо. То есть вот такие есть. Ну, много пожилых. Я даже не знаю, вот как-то берут их нянями в 65 лет, ведь видят, что человек уже с болячками, но доверяют своих детей. Это тоже удивительно, что вот эти русскоговорящие семьи, они своих детей доверяют вот таким вот пожилым людям. Маленьких детей. Ладно там, когда уже подростки, это не так. А вот когда маленькие, конечно, за ними глаз да глаз надо. Вот. Это другая как бы степень вот такой вот неустроенности. Получается, что человек чисто нацелен на... Вот я 5 лет работаю здесь. Как знаете, как раньше, вот в советские времена люди ехали на север. Почему-то это называли поехать на север, заработать. Не в Сибирь, а именно на север. Вот поеду на север, заработаю денег, приеду там через 5-7 лет, заработаю себе на улучшение жилищных условий. Многие так делают. Они здесь не собираются оставаться, они вот едут именно так. То есть, и вот между этими двумя полюсами огромное количество людей, ситуаций, абсолютно невероятное количество судеб и разных-разных ситуаций. Я не могу советовать, я не могу советовать, потому что у каждого по-разному. Кто-то не может найти в течение 3-х месяцев, кто-то находит в течение недели работу. Трудно, очень трудно здесь советовать, судить и так далее. Главная идея это то, что вы оставляете в той стране, с которой вы уезжаете. Если вам нечего терять, кроме своих цепей, то это самая вообще идеальная ситуация, когда человеку нечего терять. Когда у человека трудная, трудная жизнь, тогда, в общем-то, даже здесь, если будет трудно, 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 очень трудно, но человек будет зарабатывать что-то и сразу жизнь заиграет новыми красками. Когда оставляют часть семьи там и потом не могут ничего сделать, проходят годы, и семье надо рушиться, это, конечно, ужасная ситуация. Ещё я припоминаю ряд моих знакомых, значит, они на протяжении, как бы работа там есть, какая-никакая работа там есть, вот в той стране, в которой он жил. Ну, скажем, в России есть кое-какая работа. Потом, значит, есть вроде как приличные люди на работе, приличная работа. какое-никакое жильё, не своё, где-то снимают комнату, но предприятие оплачивает эту. Дождик начался, ой. Но предприятие оплачивает вот эту комнату. И всё, что зарабатывается, хватает только ой, я не знаю, что делать. Не знаю, что делать, мне накрыло облачко. Сейчас закапает мне. Пройдусь немножечко. В общем, кое-какая работа есть, кое-какое окружение нормальных людей есть, кое-какие друзья есть, и кое-какое жильё есть. Так вот чуть-чуть накопят, и это потратят на поездку в Америку. Визы открывают, приезжают сюда, и, значит, вот эти люди, их немного, которых я таких знаю, но они приезжают уже порядка пяти раз за десять лет. И приезжают они только для того, чтобы такую поставить задачу. Вот если я в течение месяца нахожу какую-то очень чудесную, прекрасную работу, то я остаюсь вот по этой туристической визе. Вот так решает человек. За месяц ничего не находят, потому что на месяц взяли только отпуск со своей работой. Ничего не находят. Хорошо. Уезжают. Потом там что-то накопят, накопят, опять через месяц, через год-два едут на месяц, чтобы найти работу в течение месяца. Не находят. Опять уезжают. И вот так вот, знаете, раз пять за десять лет. Ну, мне как бы это кажется, не знаю, здесь опять же трудно советовать. Я понимаю, люди не хотят быть нелегальными. Им дают визу, им продлевают визу. Если они останутся, то они останутся. И уже будут нарушителями. Будет ли легализация, непонятно, неизвестно. Будет ли легализация. Опять дождик. Опять дождик начался. Вот. То есть, я понимаю их страхи, тревоги и сомнения вот этих людей. Но, с другой стороны, я понимаю, что за пять лет, если бы они здесь жили, жили пять лет с проживанием, то они бы себе на какую-никакую квартирочку бы заработали. А так люди получаются пять лет вот так приезжают и уезжают. Ой, десять лет. Это длится десять лет, но приезжали не меньше пяти раз. И за десять лет на какую-никакую квартирку бы они в небольшом городе бы заработали себе, отложили бы. И получается, что они так и продолжают там работать, жить где-то в комнате в Москве. Но ничего особо не откладывается, ничего особо не зарабатывается. Но зато, как бы, вроде ты среди приличных людей, вроде какая-никакая хорошая работа, стабильная работа в окружении приличных людей. Ну, то есть, советовать трудно, но, с другой стороны, десять лет прошло, и ситуация осталась такой же. Жилья нет, работа та же, непонятно, что будет на пенсии, но как-то вот так все. Это вот еще примеры, которые я вот тоже обрисовываю. Что еще? Что еще хотела сказать? Ну, вот то, что я уже сказала, дело не в возрасте. Дело не в возрасте. 56 лет для Америки это не такой большой возраст. Вот Марина, моя подруга, она все время подчеркивает, не скрывает, что ей 56, и она, в общем-то, прекрасно себя чувствует и прекрасно адаптирована и жила и в Денвере, и во Флориде, и теперь здесь в этом году, в Нью-Йорке, и нашла здесь работу. Ну, работ, как говорится, по факту хороших не бывает, они все в чем-то плюсы, в чем-то минусы, но работа в медицинском офисе, в общем-то, там свои бывают сложности, но в целом, как бы, ничего так. то есть дело не в возрасте, а дело в физическом состоянии человека и дело в мотивации. Вот очень важный момент. Что вы ставите для поездки на север? Север в кавычках, да? Когда люди ехали на север в России, в советские времена, они ставили себе цель. Никому не хочется ехать туда, где зима 9 месяцев, а 3 месяца, а июнь еще не лето, июль, а август уже не лето, вот, а в сентябре уже выпадает снег. Никто не хочет ехать на 10 лет на север. А тут все-таки вы едете в страну, которая находится я уже говорила, Нью-Йорк находится на одной, 42-й или 44-й параллели, на одной параллели с турецким городом Анталии, Анкарой. Вся Америка находится на территории Средиземного и Черного моря, на тех же самых параллелях. Флорида находится на параллели, которая одинаково. Да, и еще Нью-Йорк находится на параллели одинаково с Мадридом, Испанией. А Флорида находится на одной параллели с Саудовской Аравией, Египтом, Марокко, Тунис, вот туда, с север Африки. То есть вы представляете, какая жара там, в Южных Штатах. То есть вся страна в целом, она Южная страна Америка от верхней северной границы до южной границы. Эта страна, находящаяся в целом на тех параллелях, где находятся Средиземное и Черное море. То есть вы едете не на север все-таки зарабатывать, а едете на юг. Хотя в Бостоне лежит снег, в Чикаго лежит снег. Для них снег и снегопады это нормальное дело. То есть, конечно, это немножко разница вот с теми параллельными, как-то по-другому чуть-чуть. Но все равно, в целом, эта страна достаточно теплая. То есть, смотря, какая у вас мотивация, смотря, какой вы ставите себе план на 5-10 лет и смотря, что вы оставляете, кого вы оставляете, то есть страниц, которые вы едете. Физическая сторона, это очень важно. Если у вас хронические заболевания, такие как диабет, его нужно колоть инсулин, ну, я не знаю, как здесь можно. Если давление под 200, частенько, сначала надо заняться давлением и почистить печень. И у меня есть видео, про то, как я чистила печень, и это очень хорошее дело. Это нормализует и давление, и кишечник, и все на свете. То есть сначала тогда нужно заняться своим физическим здоровьем, а потом уже ехать куда-то. Но если физическое здоровье нормальное, энергии, энергии еще есть, потом вот такой дух авантюризма и дух такой, такой психологический момент. А вот дай-ка я посмотрю, вот как я смогу выжить в другой стране. А вот хотя бы, вот даже если я поеду и просто посмотрю аэропорт нью-йоркский, вернусь, это тоже неплохо. И вернуться, кстати, вы всегда сможете в любое время, даже если у вас украли все деньги, все документы, вы отсюда уедете. Уедете. И я вот приведу пример, я, по-моему, уже где-то его рассказывала в каком-то из видео, когда у меня была практика в психиатрическом юнити в Белловью госпиталь, Белловью госпиталь в Манхэттене. Там была девушка из Египта. Она попала в этот госпиталь с каким-то, у нее какое-то было, какое-то у нее было заболевание типа шизофрения, какое-то психиатрическое заболевание. Она попадает в этот юнит, у нее нету паспорта, она приехала по туристическому виду, у нее все просрочено давным-давно, и еще паспорт потерян. Так вот, социальный работник занималась тем, что контактировала с посольством ее страны, с Египтом, чтобы ей паспорт восстановить. Так что, даже если вы окажетесь в самых ужасных обстоятельствах, у вас нету денег, паспорт утерян, все просрочено, вас из страны выпихнут и благополучно довезут до России. С этим проблем не будет, уверяю вас. то есть, в любом возрасте можете отсюда уехать. Вот такой, если у вас есть какой-то дух авантюризма и духа, а вот попробую-ка я, а вот съезжу-ка я, посмотрю в страну, посмотрю в Нью-Йорк или там еще какой-то город, ну вот такой вот настрой, он многого значит. Что еще? Вот это Елена, условно говоря, Елена, она спросила меня, что с 13-го года у нее нет работы. Как успешно пройти интервью? Друзья мои, надо смотреть в Гугле задать, как успешно пройти интервью в американском посольстве на получение туристической гостевой визы. Туристической гостевой визы. И вам высветится огромное количество сайтов, форумов и в том числе очень много на Ютьюбе. По этому поводу очень много на Ютьюбе сделано видео. Конечно, главная идея вы должны доказать, что у вас крепкие якоря с той стороны, откуда вы выезжаете, что у вас нету миграционных наклонностей. И что у вас хорошее финансовое состояние в той стране, с которой вы хотите поехать, посмотреть Америку. И плюс должно быть наличие хотя бы одной поездки, хотя бы в одну страну Шенгена. стран Шенгена. Потому что на чистый паспорт есть единицы, которые уезжают. Но я думаю, что это очень нереальная ситуация. Все-таки когда они видят, что вы вернулись из Европы, значит, для американского офицера, проводящего интервью, это показатель, что вы вернетесь и из Америки. Мне так кажется. Но если вы с 13-го года не работаете и вы меня спрашиваете, как мне доказать, что у меня хорошее финансовое положение, я не могу вам ничего посоветовать. Смотрите, что пишут люди. Потому что толкать на обман я тоже не хочу и не буду. Сами уже думайте, как и что. Но не считайте, что там сидят глупые люди. Они сидят там умные и все прекрасно понимают. Что еще? Что еще хотела сказать на эту тему? Ну, конечно, страхи есть у всех людей. Вот Елена написала мне, что, в принципе, как бы возможность какая-то у нее появилась. Она всегда хотела, но у нее раньше не было возможности. А теперь какая-то вроде как-то изменилась жизненная ситуация и как бы забрежила такая возможность. Я не знаю, какая возможность появилась, но якобы что-то забрежило. Тогда, но все равно вперед, навстречу своему счастью. Это сторона неограниченных возможностей. У меня просто такие бывают ситуации в 50 лет, и в 60 лет, и в 70, что только ахаешь. по поводу английского. Она сказала, что английского нет, учила в школе, в институте, но английского как бы нет. Но упомянута была такая фраза, что погружусь в среду. Посмотрите мои видео, где я говорю, как я учила английский, там я говорю о том, что погрузиться в среду это утопия. Это утопия. Если вы погружаетесь в среду и что-то там изучаете, если вам до 15 лет, все остальное, ну, до 20 с натяжкой, да, это максимум, максимум. Все остальное вы должны учить в России, ну, там, где вы живете, в своей стране. Конечно, здесь есть люди без языка, и русскоговорящие, и украинцы, и китайцы без языка живут, но кто куда, кому приезжает, кто как. Но погружайся, не погружайся, вы будете няней в русской семье, хоть и погружайся там. Все равно вы будете, ничего не выучите. Поэтому, ну, вы, конечно, выкарабкаетесь и так, как оно есть, но это просто оправдывание своей лени. А если уж вы хотите пойти няней в американскую, например, в американскую семью, где побольше будут платить, они будут так загружать вас, что у вас будет и дети, и уборка, и готовка, и все на свете, что только может быть, и вы будете 3-4 флакона в одном, то тогда лучше к американцам. Но, опять же, тогда нужен язык, тогда нужен язык. Ну, и вот та еще, когда я говорила еще про ось идеальности, точку идеальности про 25-летнюю девушку, я еще забыла упомянуть, что хорошо, если у нее есть интернациональные права, которые она быстренько здесь обменяет, и у нее будут американские права. это вот та идеальная ситуация, до которой очень многим нереально допрыгнуть. Но сколько здесь людей, столько и судеб, сколько людей, столько и ситуаций, сколько людей, столько и поисков работы, и своего места под этим солнцем. у всех по-разному все складывается, у всех по-разному. Но вот как-то я уже в 90-х я поняла, что толку не будет. При всей моей любви к русскоговорящим людям я поняла, что когда вот там в 90-е такое все произошло, я поняла, что толку в этой стране не будет. И если проанализировать, вот так вот, сесть и проанализировать, что было в России в царское время, не только в России, во всех 15 республиках, проанализировать, что было до революции, что было после революции. До революции тоже ничего хорошего не было. Бедным людям, простым людям всегда было тяжко. И после революции было тяжко. И единственное, 28, ну максимум 30 лет передышки, это были времена Хрущева и Брежнева. Хрущев за 8 лет правления обеспечил страну и вообще, по-моему, все 15 республик, так называемыми хрущевками. Это вот эти здания, которые построены из блоков. Маленькие, компактные комнаты, квартирки, которые бесплатно, бесплатно раздавались людям. И до сих пор, наверное, 70%, я думаю, населения бывших стран Советского Союза живут в этих хрущевках, в этих блочных домах. Из поколения в поколение, три поколения, наверное, приблизительно там прожила вместе или по очереди. И только поэтому еще как-то люди экономят на жилье, как-то еще живут. А так, вообще-то, если бы не Хрущев, если бы не Хрущев, который вызывает у некоторых такой какой-то комизм и прочее, а я считаю, что он был исключительным. Вот за 8 лет он почему-то обеспечил страну вот этими хрущевками, вот этими блоками, блочными домами. Почему современная власть за 20 лет не может понастроить всего этого во всей стране? Они строились быстро, эти хрущевки. Люди получали их как молодые специалисты, после института давали молодым специалистам. Некоторые получали, стоя в очереди, становились в очереди при советской власти получали их. И плюс еще была передышка, когда народ немножко вздохнул, это времена Брежнева. Там 20 лет Брежнева, вот тоже. Хотя страна была далека от изобилия, но какие-никакие соцпрограммы, какая-никакая помощь, какая-никакая медицина, какие-никакие госты соблюдались, соблюдались, какой-никакой знак качества, что-то производилось, какие-никакие заводы работали. И что интересно, теперь выясняется, что все эти заводы, все эти гидростанции, все эти мощные, все вот эти мощные-мощные проекты, и вот здесь этот гигант, как сказать-то, гигантские, вот эти все мощные сооружения, как теперь выясняется, строились-то, оказывается, гениальными инженерами из Германии и Америки, поэтому страна-то и держалась вот на этих. То есть строили, да, наши люди, бывших 15 республик, но инженеры и проекты, и оборудование это было, оказывается, из Запада и из Америки, как теперь выясняется. Вот это интересно, потому что я и думала, как это так, неужели сами додумались, нет, нет. Ну так вот, 28 лет передышки, а потом из кризиса в кризис, из кризиса в кризис. Поэтому я многих здесь встречаю людей, которые ставят себе цель уехать назад в Украину, уехать назад в любую другую страну, с которой они приехали, но потом под старость, если здесь у них нету, нет их родственников, они хотят ехать к своим родным, но уже как бы с деньгами отправляют туда. Поэтому, ну не знаю, каждая ситуация индивидуальна, каждая ситуация индивидуальна, и если у вас как-то так всё стабильно, ровно, хорошо, в жилищном плане, в материальном плане, и вы не очень настроены на то, чтобы быть в чужой семье, как-то так работать на износ, то, конечно, уже так дёргаться, потому что переезд это стресс, эмиграция это стресс, новая страна это стресс, и обратно, когда поедешь обратно, это тоже стресс, если человек, который здесь много прожил, если он едет назад, это тоже стресс. Вот я рассказывала вам про того, моего знакомого, Анатолия, который приехал вроде как с женой, и не планировал, ничего не знал про Америку, и оказался с грин-карты, всё, работал, работа очень простая, у него была трудная, такое всё, получил гражданство, собрал себе свои чемоданы, уехал назад, из России он был, в какой-то южный город, уехал, через неделю, он мне рассказывал, через неделю, через неделю он опять собрал себе свои чемоданы и поехал сюда, в Америку. То есть первый раз он ехал неосознанно и считал себя жертвой семьи, которая коварна, его еврейская семья, была жена еврейка и все остальные, и он считал, что его коварно вот так привезли в Америку и не ценил, не ценил, то, что у него гражданство, что у него работа, что он здесь с машиной, ничего не ценил. Остались светлые воспоминания о Советском Союзе, остались светлые воспоминания о том, как всё было здорово, и вот он поехал назад и через неделю, через неделю, ладно, там через месяц, через полгода, но через неделю вернулся. всё он уже не смог, не смог, не знаю, сколько он пробыл лет тут, ну, не меньше пяти, наверное, может, пять, шесть, семь лет, и вот он поехал, и через неделю он вернулся. Вот такие знаю истории. В общем, историй много, советовать трудно, читайте, смотрите блогеров, подписывайтесь на мой канал, задавайте мне темы, и делайте сами свой выбор. У меня всегда было желание уехать, потому что я всегда была связана со своей церковью, и в моей церкви многие уезжали, и потом как-то поступала от них информация, что тяжело, все говорили одинаково, тяжело, но все как-то рано или поздно, через пять, в пределах пяти лет, как-то немножко стабилизировалась ситуация. Вот, и, в общем-то, как-то вот от них поступала вот эта информация, что... И поэтому я знала, что уже как бы представление было обо всех этих людях, о том, как они уехали, чем они тут занимались, как что. Поэтому у меня всегда было желание только что у меня не получалось в более, там, раннем возрасте, но всему свое время. Ну, хорошо, друзья мои, сегодня у нас вторник, 11 июля, и я надеюсь, что у вас уже потеплело, все, кто меня смотрит из России, из других стран, надеюсь, что у вас потеплело. пишите. Спасибо вот этой так называемой Елене за эту тему. Очень хорошая тема. Очень злободневная, актуальная. Не в возрасте, не в возрасте дела Америка, страна неограниченных возможностей. Я не говорю, что у всех здесь все так в шоколаде. Нет, нет. У всех по-всякому. У всех по-всякому. Даже те, которые выглядят блогеры иногда очень-очень презентабельно, красиво, сидят в своих машинах, неизвестно, насколько там все финансово стабильно. Вот. Но рискнуть можно. Я считаю, что рискнуть можно. Вы же не в Таиланд едете, не в Северную Корею. Не дай бог. Не дай бог. Ужасная страна. Ужасная страна. Вот. Вот. Американец украл. Молодой парень украл плакат. Поехал в Северную Корею. Корею как турист. Украл. Пошел ночью куда-то в подсобное помещение. Забрал со стены плакат. Там были видеокамеры. Посадили его в северокорейской тюрьме на то ли 20 лет, то ли на пожизненное. Как он там не плакал, как там не боролись за него, американские консулы, американские посольства. И что-то там произошло, таинственно непонятно, и он впал в кому. Что там произошло, никто не знает. Вред, что был какой-то отравленный продукт, и пошло какое-то кислородное голодание, и у него отключился мозг. Он впал в кому. Пробыл он в этом состоянии сколько-то месяцев, и в таком бессознательном состоянии, в стане комы, его уже вернули в Америку, где врачи констатировали, что он практически мертв. У него мозг полностью умер. Он совершенно все, он был как растение. Отключили его от всех аппаратов, и парень совсем молодой, он просто умер. А второй такой же подобный случай, тот специально, осмотревшись всяких боевиков, он решил поехать в Северную Корею, как турист, порвал паспорт, порвал визу, все сделал наперекосяк, специально, чтобы его арестовали. У него была такая блогерская замашка, что он будет в корейской тюрьме, он там будет общаться с людьми, он узнает жизни корейской, жизни Северной Кореи изнутри, пообщается с корейцами, непонятно на каком языке, и потом, наверное, выпустит фильмы, книги напишет. А за него все равно поборется, и его из этой тюрьмы выпустят, что, значит, приложат усилия послы американские, и они его вытащат. И вместо того, чтобы быть участником северокорейского американского боевика, он оказался в каменном мешке, в одиночной камере. И все. И никаких контактов ни с кем. Что он там делал, как он там с ума не сошел, мы его вытащили. И его вытащили, он благополучно вернулся в Америку. А вот этого, которого я первая писала, он вот так вот погиб раньше, из-за какого-то плаката. Поэтому, когда вы едете в Америку, вы едете не вот в эти страны Азии, где, не знаешь, чего там может произойти с тобой, и не в страны Африки, где вода на вес золота, и вы едете не... Ну куда еще? Какие еще есть ужасные страны, да? Вы едете все-таки в страну, которая вениграндская, многонациональная, многонациональная и многофункциональная. И как бы при большом усилии, при больших упорных усилиях, что-ничто, но засветит на горизонте. Но каждый делает решение сам. Каждый принимает ответственность за себя. Я не говорю, что... Америка не для всех. Не для всех. Америка для многих, но это не для всех страна. Не для всех. Ну все. Всем пока. Всем хорошего лета. С вами была Люда Юсей Нью-Йорк. Подписывайтесь на мой канал и задавайте темы.